Более чем полтора года назад Сергей Георгиевич Айбулатов вступил в должность главы Верхнеуральского района. Каждый второй понедельник он проводит личный прием граждан. В рамках выездных совещаний и сходов жителей в поселениях он готов ответить на любые вопросы. На мероприятиях население разного возраста и интересов общается с руководителем района. Мы решили поговорить с Сергеем Георгиевичем об итогах его работы в минувший год, пятилетки главы, и познакомить зрителей с перспективами Верхнеуральского района. Сергей Георгиевич, каждому району, как человеку, присущи свои отличительные черты, свой путь развития. Для нашего района характерен состав, в котором из 51 населенного пункта 49 сельские. Как вы строите свой рабочий график, чтобы руководить всеми поселениями района? Когда чуть больше года назад комиссия, а потом депутаты районного собрания утвердили меня на должности главы, я пришел на работу с готовой схемой. Каждый рабочий день начинается в 7 часов утра. Примерно 2-3 часа в день я уделяю работе со своими заместителями, с начальниками управлений. Разбираю текущие документы и готовлюсь к совещаниям следующего дня, к поездкам в областной центр, в правительство для решения текущих вопросов Верхнеуральского муниципального района. У нашего района 10 поселений, это как 10 пальцев на руках. У каждого поселения свои задачи. У городских поселений одни, у сельских поселений другие. Я в ежедневном режиме контролирую выполнение этих задач и планирование задач на ближайшую перспективу. За минувший год на вашем счету главы района уже три визита первого лица региона. Как вы оцениваете столь пристальное внимание губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского к нашей территории? Я считаю столь пристальное внимание областных властей только плюсом в развитии нашего Верхнеуральского района. Для дальнейшего развития и перспектив территории. За последние несколько лет ряд направлений у Верхнеуральского района застопорились. В частности из-за утраченных связей и конструктивной работы с министерствами и контакта с губернатором региона. Губернаторам предстоящий год определен как год объективных и думающих людей. На пресс-конференции, которая проходила 20 декабря, Борис Александрович отметил Верхнеуральский район как динамично развивающий территорию и имеющий хорошие перспективы. Какие главные моменты в жизни района вы бы могли отметить в уходящем году? Одним из главных достижений, на мой взгляд, это изменение общей динамики в районе. Не только я, но и те люди, с которыми я работаю, заметили положительное движение вперед. Уже очень много сделано, но предстоит сделать еще больше. Так в этом году нам удалось создать общественную палату, которая консолидирует общественные организации, парламентские партии и гражданские инициативы. Наши дети в этом году в городе Сочи на всероссийских соревнованиях заняли второе место по легкой атлетике. Нина Александровна Копырина признана душой регионального проекта «Марафон талантов». Наши сельхозтовары-производители достигли наивысшего результата за пятилетку. Район был удостоен медали на федеральной агровыставке. Также в этом году мы начали ремонт Верхнеуральского дома культуры, который не ремонтировался более 40 лет. Одним из больших проектов, осуществленных в этом году, это реконструкция системы теплоснабжения восьмитысячного поселка Мишозерный. В Мишозерном городском поселении давно назрела эта проблема. Нам удалось сделать полную реконструкцию сетей, построить совместно с инвестором новую котельню. 44 многоквартирных дома получили качественное тепло. В течение года во время выездных совещаний вы проводили встречи с жителями сельских поселений. Какие проблемы больше всего волнуют селян? Нашей постоянной формой работы является проведение выездных совещаний на территории поселения. На этих совещаниях мы полностью оцениваем работу сельской администрации и завершаем работу в поселениях сходом. На сходы приходят все заинтересованные граждане, с которыми мы в открытом диалоге общаемся и обсуждаем те волнующие их проблемы. На сегодняшний день наиболее актуальным вопросами в сельских поселениях – это вопросы жизнеобеспечения. То есть, как работают наши школы, как работают детские сады. Многих стали интересовать клубы. Также очень большое внимание жители уделяют медицинскому обслуживанию. На сегодняшний день на многих ФАПах отсутствуют специалисты. И это сегодня проблема, которая волнует большую часть населения. Но проблемы здравоохранения мы стараемся решать совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области и администрацией Верхнеуральской районной больницы. В этом году нам удалось привлечь 9 врачей, которые приехали и работают в центральной районной больнице. Мы выделили им две квартиры. Также главным врачом было приобретено несколько позиций оборудования, такие как холтер, УЗИ, аппарат для наркоза и многое другое. Огромное внимание нами уделяется системе образования, это детским садам и школам. Но я в то же время понимаю, что незаслуженно обижена культура. С этого года мы более пристальное внимание уделяем ремонтам клубов и формированию коллективов во всех клубах для того, чтобы наши сельские клубы наполнить работой. Очень сложно прополнять книжный фонд в библиотеках, потому что на сегодняшний день книга стоит очень дорого. Это очень затратная вещь. Но мы приняли решение, в каждой библиотеке будет рабочее место оборудования доступом к сети интернет. Также мы проводим встречи со всеми категориями населения. Я встречаюсь с молодежью, мы проводим встречи с руководителями ветеранского движения, мы провели встречу с лидерами парламентских партий, мы проводим постоянно заседания общественной палаты. Я веду личный прием постоянно, все главы поселения ведут личный прием, депутаты районного собрания. Это дает нам возможность в ежедневном режиме отслеживать те вопросы, которые беспокоят население Верхнеуральского района. Новый год – это не только подведение итогов, но и планы на будущее. В предстоящем году планируется ремонт внутрипоселковых дорог. Планируем продолжить ремонт многоквартирных домов. Нужно уделить внимание автовокзалу в городе Верхнеуральске. Начать ремонт дворовой территории многоквартирных домов микрорайона Медгородок. Завершить благоустройство сквера культуры и отдыха. Продолжить газификацию в городе Верхнеуральске и в поселке Смеловске. Продолжить капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения. В этом году мы планируем отремонтировать два спортивных зала. Один спортивный зал это в поселке Межозерном, другой спортивный зал в поселке Петропавловский. Считаю, что все сферы и образование, и здравоохранение, и культура, спорт, социальные службы, предприятия коммунального хозяйства работают стабильно. Я искренне благодарен всем руководителям и их коллективам за то, что добросовестно работают и стараются решать возникшие вопросы. Ваши пожелания жителям Верхнеуральского района в канун нового 2018 года. Убежден, что у нашего любимого Верхнеуральского района есть богатый творческий экономический потенциал. Но главное богатство это люди. Хочу, чтобы все жители нашего района вошли в Новый год с загаданными желаниями. Благодарю за содержательную беседу. Успехов в новом году!